Сегодня депутат Государственного Совета Чувашии, член фракции «Справедливая Россия» Владимир Михайлов принял решение об участии в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия». О своем решении он сообщил на брифинге, который прошел в перерыве очередной сессии парламента республики. Владимир Михайлов 4,5 года работал во фракции «Справедливая Россия» Госсовета, но за это время так и не вступил в партию. Но мои убеждения внутренние не позволили мне интегрироваться в «Справедливую Россию». Сегодня в данный момент мне поступило предложение от партии «Единая Россия» попробовать поучаствовать в праймеризе, который будет в мае месяце всего года, по выборам в Государственный Совет следующего созыва. Я, не скрою, с удовольствием и с большим удовлетворением принял это предложение и попробую поучаствовать. От нас избиратели ждут реальных дел, выполнения конкретных поручений, которые они дают нам как в виде наказов. Хочу быть в одной команде с теми, кто работает, и пусть жители Чувашской республики, в данном случае города Новочебоксарска, на праймеризе решат, нужен им такой депутат или нет. Это будет выбор горожан, и я буду уважать этот выбор. Сегодня же член фракции «Справедливая Россия» Леонид Люкин заявил о своем выходе из партии. Накопилось очень много неразрешимых вопросов к нашему федеральному партийному руководству, к партии «Справедливая Россия». Я подчеркиваю, к федеральному партийному руководству. То есть наверху идет игра в лице Левичева, в лице Сергея Михайловича Миронова, к сожалению. Поэтому в сложившихся условиях свое дальнейшее политическое движение в рамках «Справедливой России» я, к сожалению, не вижу. Леонид Люкин заявил, что получил предложение принять участие в процедуре предварительного голосования от партии «Единая Россия», но пока не принял окончательного решения. Глава Чувашских единороссов Николай Малов напомнил, принять участие в праймере сможет любой желающий, будь то член партии или беспартийный. Главное условие – желание работать на благо республики и всей страны. И то, что мы сегодня приглашаем наших коллег-депутатов Госсовета, членов другой фракции, я думаю, что это правильно. Если я говорил об этом, они чувствуют в себе силы, поддержку избирателя, народа. Если у них есть желание сегодня вместе с нами, засучив рукава, работать над конкретными делами, то, конечно, мы двумя руками «за». Мы протягиваем руку и готовы работать вместе в единой команде с главой республики, с президентом Российской Федерации. С фракцией «Единая Россия» в Государственном Совете в интересах жителей Чувашии на благо родной Чувашии и Российской Федерации. Впрочем, заявление депутатов – еще не путевка в парламент, республики или Государственную Думу. Им нужно пройти через процедуру предварительного партийного голосования, которая состоится 22 мая, и только потом участвовать в выборах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова